В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. С 13 по 19 ноября в Одессе проходит неделя безопасности дорожного движения. Какие мероприятия запланированы, какие уже прошли, нам расскажет пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Это мероприятие проходит уже не первый год. Вот в чем заключается суть этой акции и какова ее основная цель? Основная цель – это работа по снижению аварийности, это работа по безопасности дорожного движения. И основной посыл – это привлечение внимания общественности к проблематике дорожного травматизма, как взрослого, так и детского. Травматизма на дорогах и особенно в результате дорожно-транспортных происшествий. Что проходит в рамках этой акции? В рамках акции запланировано много мероприятий. И каждая служба занимается по своему направлению. То, куда мы приглашаем непосредственно представителей средств массовой информации, то, что мы проводим активно среди населения. Мы это уже начали показывать с понедельника и говорить. Мы начали работу с пешеходом непосредственно и пешеходы провели для них акцию, чтобы люди обращали на себя внимание в темное время суток. Раздавались фликеры светоотражающие, раздавались детям специальная литература, раздавались, проводились беседы со взрослыми. То есть для того, чтобы каждый мог себя обозначить в темное время суток. Это необходимо для безопасности непосредственно пешеходов и, конечно же, для удобной езды водителя. То есть эти элементы, они должны быть и очень часто они уже расположены на одежде, которую мы покупаем. Это куртки, это шапки, это обувь, это рюкзаки. В принципе, в зимнее время в большинстве случаев носят темную одежду, что, в принципе, и усложняет видимость для водителя. Поэтому вот эта акция прошла в понедельник во всех районах Одессы. Патрульные работали, раздавали подобные фликеры, раздавали для детей такие специальные браслеты в виде линейки, которая защелкивается на руке, которую можно одеть и на руку, и на рюкзак, и на велосипед при движении. То есть она многофункциональна, но она помогает тем, что она светоотражающая и обращает на себя внимание. Затем также на этой неделе проходили мероприятия возле школ. То есть вчера вы показывали этот рейд. Мы хотели посмотреть, как же наши родители-водители в особенности привозят своих деток в школу, насколько они соблюдают меры безопасности и, конечно же, правила дорожного движения. Ну вот, фонтанская дорога нами показала, что грубое нарушение правил дорожного движения. Пересечение двойной сплошной полосы, при этом и создание аварийной ситуации, и создание заторов на дороге. И подвергались опасности непосредственно и пассажиры, которые находились в салоне машины, и сам водитель. Затем высадка детей в районе перекрестка, в районе пешеходного перехода и вплоть до того, что были факты, когда детей высаживали просто по ходу движения в левом ряду, пока горит красный сигнал светофора. То есть это ряд грубейших нарушений. Не на всех составлены были административные постановления, но это реальная картина того, как ведут себя родители, как они халатно относятся к безопасности своих детей и чему они учат, какой они пример показывают своим детям. Ну, также были конфликты, конечно. Без этого не обошлось. Хотя родители, которые пешеходы, которые очень много деток шли в школу с родителями, самостоятельно подходили родители, рассказывали о проблеме, именно о той, с которой мы вчера вышли бороться. И благодарили нас, благодарили руководство школы за то, что мы включились в эту работу. Ну и я обещаю, что эту работу мы продолжим. К сожалению, в последнее время все чаще мы узнаем о ДТП с участием детей. Почему так происходит? Это надо какую-то работу в школах проводить. Или, может быть, уже действительно как-то надо работать с родителями непосредственно, не только с детьми? Здесь, вы знаете, работать с родителями, да, надо и с детьми, и с родителями, но уже каждый взрослый человек должен понимать, то есть он получает водительское удостоверение. Значит, соответственно, что он прошел курс обучения, правила дорожного движения как минимум. И, соответственно, вопросы безопасности должны тоже пониматься и изучаться. Если совсем непонятно вообще, есть ли на сегодняшний день социальные ролики в интернете? Вот если совсем непонятно, можно зайти на YouTube, открыть социальные ролики «Ремни безопасности», «Пешеходные переходы» и многое другое. Или просто написать «Безопасность дорожного движения». Там все так доступно, внятно, разжевано и показано, что, в принципе, задумывается каждый. Просто не полениться потратить 5 минут времени, уделить внимание этим роликам, а затем переосмыслить это в своей голове. Надо ли подобными поступками подвергать опасности себя и своих родных, своих близких и тем более малышей? А как дети вообще реагируют? Задают какие-то вопросы, интересуются? Ой, дети вообще у нас очень замечательные. Дети, конечно, они очень много знают, очень этим интересуются, много рассказывают. Причем они даже, задаешь вопрос элементарный, дети ваши родители нарушали правила дорожного движения. Лес рук, особенно начальные классы, рассказывают всё. Очень это удобно перед родительским собранием, то есть прийти сначала пообщаться с детьми, то есть такой компромат собрать, а затем прийти на родительское собрание. Конечно, не тыкать пальцем, но рассказать, что вот было то, 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 вот ваши дети рассказывают. А как вам с этим? Вам это комфортно сейчас слышать? Вам это комфортно понимать, что ваш ребёнок сидящий сзади? Знает о том, что родители совершают правила? Да, знает, потом это рассказывает. То есть и какие могут быть последствия. То есть дети как бы стараются, знают, их обучают достаточно много в школах, этому уделяется внимание. Затем наши школьные офицеры полиции работают, посещают школы, проводят уроки. Дети интересуются и знают. Но хотелось бы всё-таки большей ответственности со стороны всех взрослых. Это родители, мамы, папы, пешеходы, водители. Но каждый должен понимать, что вопрос безопасности очень важен. Не так давно патрульная полиция провела ещё акцию по сбору игрушек. Что это было? Да, была у нас такая акция. К нам обратились жители Одессы. В принципе, мы подхватили эту инициативу. Наши школьные офицеры полиции внесли такое предложение. Мы собрали эти игрушки. Сразу же проявилась очистка их, то есть химчистка. И затем их уже запаковали в пакеты. То есть, когда я об этом узнала, я говорю, давайте, да. То есть, если будет остановлен водитель, либо какая-то ситуация на дороге, и там есть малыш, для того, чтобы он не нервничал, немножко ему отвлечь, то есть патрульный полицейский может ему вручить какую-то яркую, интересную игрушку из того запаса, который уже у нас есть и запакован. Естественно, ребёнок должен получить чистую игрушку. Поэтому мы предусмотрели все эти моменты. Мы их почистили, мы их упаковали. И раздали по экипажам. Поэтому... Сейчас в каждой машине есть детские игрушки? Да, в принципе, в машинах это есть. И в случае, если какие-то ситуации, то чтобы ребёнок не нервничал, его можно было немножко отвлечь. Вот и такие методы мы тоже придумали. Продолжая об акциях. Акция «Сдай кровь, спаси жизнь». Патрульная полиция тоже принимала в этом участие? Да, конечно. Мы давно сотрудничаем с станцией переливания детской областной больницы. Сегодня мы там были, сдали кровь для деток. То есть это мы систематически делаем. Мы созваниваемся, сотрудничаем, помогаем. Как помимо того, как будет сегодня акция. Следующая у нас запланирована на 1 декабря. То есть это не развод, это достаточно часто. Нет, нет, это достаточно часто. И плюс к тому уже есть база данных наших сотрудников. И в случае какой-то острой проблемной ситуации с ребёнком, звонят уже сотрудники больницы непосредственно патрульному, кровь которого подходит. И ребята подъезжают, помогают. То есть в качестве донорской помощи оказывают такое содействие. То есть это постоянная такая работа. Мы сегодня пошли, помогли, сдали и вернулись на свои рабочие места. Патрульная полиция подвела итоги за последние 10 месяцев. Что говорят цифры? Цифры говорят, что у нас порядка 9 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Из них достаточно немалое количество ДТП с потерпевшими. Это порядка 900 ДТП с потерпевшими на территории города, в результате чего 60 человек погибли. И достаточно большое количество, более 1000 человек получили травмы различной степени тяжести. Если брать область, то в области 1819 ДТП 208 человек погибло и 2263 человека получили травмы различной степени тяжести. То есть цифра достаточно серьёзная. Что в городе 60 человек погибло, что в области 208. То есть это люди, это жизни, это трагедия в семьях. Всё это происходит по причине несоблюдения правил. Основная причина дорожно-транспортных происшествий – это столкновения, результат которых это либо несоблюдение скоростного режима, маневрирование, перестроение, либо проезд перекрёстков. Но в области это, конечно, скоростной режим на первом месте. Это те причины, которые приводят ДТП. От общего количества 40% ДТП это происходит с пешеходами. Сказать, что это вина пешехода или водителя – нет, потому что половина на половину. Как водители игнорируют права пешеходов, так и пешеходы абсолютно игнорируют правила собственной безопасности, пересекая дорогу в неустановленных местах, пересекая дорогу на запрещающий сигнал светофора. Если брать статистику, которую мы провели, то наибольшее количество ДТП тяжких, резонансных с пострадавшими происходит в субботний день. В субботу, затем вторник, после вторника – четверг. По времени суток – это 7 часов вечера и после 7. Действительно, как показывают, даже если брать из практики, то осенний, зимний и весенний период, когда уже короткий световой день, то ДТП с пешеходами – это зачастую вечернее ночное время. То есть спешка, перебегание дороги в неустановленном месте, иногда это на неосвещенных участках. Как результат – это тяжкие травмы, либо летальный исход. Можно сказать, что днём водители более внимательны? Ну, я не скажу, что днём они там более внимательны, но всё-таки как-то есть видимость. Днём происходят немножко другие ДТП. То есть это скорость, это маневрирование. Это попытка проскочить перекрёсток. То есть буквально на прошлой неделе мы выезжали, смотрели перекрёстки совместно опять же с вами, аварийно-опасные перекрёстки. То есть мы помимо этой недели безопасности дорожного движения, мы как проводили, так и продолжаем проводить отработки по местам концентрации ДТП, в местах аварийно-опасных перекрёстков. Цель опять же – это снижение аварийности на этих участках. Если взять вот так вот сразу, то улица Краснова, Адмиральский проспект и отрезок… Самых опасных. Да, отрезок от Адмиральского до Среднефонтанской площади. То есть только за последнее время там периодически происходят дорожно-транспортные происшествия, которые приводят к тяжким последствиям гибели людей. Опять же, что это скорость, это маневрирование и отсутствие внимания. Хотя внимание – это, наверное, номер один при езде за рулём всегда должно быть. Совсем скоро наступит зима. У вас с приходом зимы увеличивается работа? Ну, у нас работа никогда не уменьшается. Давайте скажем так. Мы уже готовность номер один к зимнему периоду. Конечно, мы говорим о том, что водители должны понимать по умолчанию и сделать уже это замена резины. Это техсостояние транспортного средства. И, конечно, наличие как жидкости в бачке для омывания стёкол, так и отличная работа самих щёток для того, что в случае дождя, тумана, снега водитель мог спокойно иметь обзорность во время движения. Что касаемо нашего транспорта, мы уже переобули наши патрульные автомобили, проверили техсостояние. И, в принципе, наличие той же жидкости всего необходимого проверяется перед выездом каждый раз на линию транспортных средств. Конечно, проводим беседы, предупреждаем, напоминаем водителям, потому что это безопасность всех не только в Одессе, но и за пределами Одессы. Ну и также напоминаем о том, что выезжая за пределы города на трассы, водитель автоматически должен включить фары. Хотя, в принципе, такая, как сейчас погода, да, вот эти дни, туман, сырость, серость, то водитель и на территории города ему никто не запретит, а только скажем спасибо, если он будет выезжая, включать фары. То есть он ещё плюс дополнительно обозначит свой автомобиль на проезжей части. Мы говорили об этом в прошлый раз, что было бы неплохо, если бы и в городе это правило работало. То есть это рекомендуется, это не запрещено, это рекомендуется, это только плюс. А на ваш взгляд, водители стали как-то более за последние годы осознанно подходить к подготовке к зиме? Вы знаете, вот сказать на все 100% не могу, ни да, ни нет, потому что, ну, сложный вопрос. То есть есть водители, давайте скажем так, которые просто халатно относятся к своему автомобилю, а есть такие, которые ответственны. То есть ответственны, я считаю, это так, вот как автомобиль, это как член семьи. Его надо накормить, его надо напоить, одеть, обоить и заботиться о нём. Вот те, кто считает это так и принимает так свой автомобиль, то он, конечно, заботится и обеспечит свою сохранность вот именно вот таким бережливым отношением к своему автомобилю. А те, кто к этому относятся просто как, наверное, к металлу, то есть едут, пока этот автомобиль не рассыпется, ну, к сожалению, эти люди подвергают и себя опасности, и других участников дорожного движения. То есть на сегодняшний день это всё на совести самого водителя. Ну, сейчас можно ещё раз обратиться к одесситам и напомнить им об особенностях вождения в зимний период. Напоминаю о том, что первое и основное — это внимание. Внимание за рулём при выезде и до конечной остановки на автомобиле. То есть внимание должно быть всегда, потому что дорожные ситуации меняются не каждую минуту, а каждую секунду при движении по городу. Конечно же, соблюдение правил дорожного движения и уважение к другим участникам дорожного движения. То есть уважение — это норма воспитания нашего, это норма, которую надо соблюдать всегда и во всём, не только на дороге, это в магазине, это в школе, это дома, в общении с родными. Всегда. Поэтому это уважение, хотелось бы, чтобы оно улучшалось и увеличивалось в позитивную, в положительную сторону ежедневно среди наших участников дорожного движения, как между водителями, так и между пешеходами. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что у нас в гостях была пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко. Меня зовут Валерия Володина. Берегите себя. До встречи на репортере. Редактор субтитров А.Семкин